Внимательный мой зритель скажет Эй, девятый выпуск назывался последний? В чем прикол? Объясняю. Все очень просто. Мы живем в эпоху обнуления, поэтому обнулись. Весь список игр будет в конце. Приятного просмотра. Боже, что это такое? Как будто рыба-человек. И при том тут все такие. Ну да, чему удивляться. Суровая японская манга. Она такая. Что сказать по игровому процессу? Типичный рестлинг, где каждый прием нужно цензурой закрыть. Ладно, нетипичный. Если вас посадить за бульдовер, вам будет легче разобраться в управлении, чем научиться приемам в этой говнопометной игре. Определенно топ худших представителей этой системы. Хуже управления я еще не встречал. Этой серии вообще не повезло с игрушками. Их мало, и они довольно плохие. Если вы фанат Кинни Кумана, можете приобрести для своей коллекции на полку. И пусть она собирает там пыль. Потому что пыль это единственное, что она заслуживает. Какой ужас. Страна, которая славится своими сумасшедшими шоу, могла бы и сделать что-то... Могла бы и сделать что-то для снески, но вместо этого выпускает банальный спорт. Разве им вообще не плевать на этот бейсбол? Ну да ладно. Забавно, как они сделали музыкальное сопровождение. На протяжении всего игрового процесса складывается ощущение, что вы на какой-то войне, что ли. Столько патриотизма в этих нотках. Да что уже греха таить. Даже анимационные вставки об этом кричат. Осталось надеть военную форму, и это будет что-то новенькое. Хоть чем-то эта игрушка тогда запомнилась. Бы. Давайте в тысяча первый раз не буду рассказывать о геймплее. Похожую механику мы видели тысячу раз. Может быть, в тысяча второй раз расскажу, но не сейчас. Несмотря на это безобразие, я был приятно обманут дизайном. Объясняю. Не зная, что она вышла на Super Nintendo, я был бы почти уверен, что это новодел. Типа того, что выходит сейчас на китайских приставках. Просто в игре не очень обычные модельки персонажей, с довольно забавной цветовой гаммой. Можно ли сказать, что она обогнала время? Вроде она выглядит, как что-то новое, но это новое хуже старого. Надеюсь, вы поняли, о чем я. Также выходило две серии аниме, где сюжет никак не связан с этой вселенной. Хорошо это или нет, вы можете судить по скриншотам. Наконец-то, спустя годы запустил вторую часть. Может быть, когда-нибудь до американского региона дойдем. Мечты. В своем первом выпуске я хвалил первую часть, которая была платформером с видом сверху. Теперь это у нас битэмап. Учитывая пропорции главных героев, весьма интересный выпарк. О сюжете ничего не скажу, из-за языка японского. Думаю, можно будет и самим догадаться, типа что-то захватило, и это теперь вместе с этим спасает что-то. Хотя, вы можете посмотреть видео о геймплее с переводом на английский. Хорошо было бы еще и ровно идти. Что же я могу сказать о Великой Битве 2? Ну, не совсем она великая, даже, скажем, чутка печальная. Ее величество в том, что она прекрасно передает ощущение того, как бьются консервные банки. На кнопку селект можно менять персонажей, только толку от этого не сильно много. Не особо чувствуется преимущество, кроме одного персонажа, потому что дальность удара у всех разная, как и магия. Но вот только толку от того, что она разная. Несмотря на довольно симпатичный дизайн, смотря только на симпатичный дизайн, вместе с увлекательными катсценами, больше плюсов значимых не назову. Но это не значит, что игра плохая, где-то 3 с плюсом или 4 с минусом. Кстати, даже сложновато. Несмотря на заголовок, это не последняя битва. Будем надеяться, что следующая часть лучше. Вот честно, мне нечего сказать, я не совсем разобрался, как в это играть. Поэтому я взял чужое прохождение. Еще немного почитал, о чем она. Чаще всего так приходится делать, когда сам не можешь пройти дальше первого экрана. Ну, как-никак, я решил взяться за все игры на Super Famicom. Помимо того, что это стратегия в реальном времени, где будут человеческие баталии, можно будет играть за роботов, за грибы, за картошечку и так далее. Все остальное вряд ли интересно знать. Первая мысль, которая у меня возникла, это точно порт. Ммм, нет. Это чистокровный эксклюзив. Ну, очень похоже на игру с MS-DOS, которую приукрасили цветовой гаммой. Где дальше первого экрана я не ушел. Опять скачиваем чужое прохождение и начинаем штурмовать форумы. Если видно, что они вдохновлялись в Dragon Quest, то слово и заголовка фантазия не вдохновление ли часом? Несмотря на довольно неплохую графику, очень сильно страдает боевая система. Она имеет ряд минусов, плюс довольно долго идет бой. Это основная причина, из-за которой страдала оценка игры, уже не говоря о ее сложности. Ну, это дело вкуса. Тем более, будет продолжение. Значит, она стоит какого-то внимания, даже несмотря на ее вторичность. Наконец-то, мы дождались платформер, плюс логотип Capcom. Это значит, что должно быть что-то хорошее. Также значит, что возможно нужно проходить в режиме Hard, но это не точно. Первое, что меня смутило, это начальное меню, которое разрешает выбрать левел. Ммм, типа, проверь свои навыки без прокачки. По сюжету. Вам нужно будет победить темного лорда, который хочет управлять миром с помощью кристалла. Оригинальный сюжет. Лорд находится на вершине башни. Вам, собственно, надо забраться на самый верх. Первый уровень будет единственный вне башни. Также уровни бывают очень короткие. 10 секунд, минута, где-то так. Далее. Управление очень приятное и простое. Музыка вначале крутая. Потом будет... А, так себе. Иногда бывают дикие лаги из-за количества врагов на экране. Также плохо чувствуется удар по врагам. Как будто вы с воздухом деретесь. Я не совсем разобрался, как прокачивать героя. Так же, как и прокачивать помощника. А это очень важно. Потому что вам не дадут просто так побегать по уровню. Враги имеют респаун. Время отнимают у вас жизни. В общем, очень весело. И я думаю, что это какие-то недостатки от аркадного автомата. Чтоб ты чаще погибал и кидал монеты. Либо у вас появится спортивный интерес пройти всю башню, либо она может вам быстро надоесть. Игра базируется на манге и последующем аниме. Мы играем за волшебника Торо Рута. Сие действия явно вдохновлялись наработками игр по вселенной Марио. В первом мы пытаемся заразиться к вирусам, выполняя челленджа Ближи все, что видишь. Собираем местную вкусную валюту, которая помимо собирания выполняет еще и функцию платформ. Пожадничал и съел платформу, бонуса не увидишь. Во втором мы ходим по карте мира, общаемся с людьми и играем с ними в мини-игры. Всего в игре 5 миров. И в конце каждого нас ждет босс со своими замашками Эггмена. А еще разные ништяки можно покупать в магазине за валюту. В общем, если нравится Марио, эта игра точно must have. А так мне показалась весьма легкой. Но я всегда могу ошибаться и... Но я всегда могу ошибаться. И вообще меня Дэйри Дог заставил в этой игре. Помогите, пожалуйста, у него в заложниках моя жена и ребенок. А с вами был канадский лесоруб. Все. Она сама от тебя ушла. Так, что у нас дальше? Гольф с роботами. Еще и сюжетом. И да, и нет. Объясняю. Для вас не будет сюжета, если вы запустили японку. Он как бы и есть, но на вид нету. Ваш главный герой человекоподобный робот. Который имеет навыки игры в гольф. Но из-за дискриминации не может участвовать. Далее находится какой-то спонсор, который записывает его на турнир. Чтобы что-то доказать, бла-бла-бла, не столь важно. Вот скажите мне, чем это отличается от обычного гольфа? Никакого футуризма, никакого праздника. Далее американка. Тут сразу видим робота. Ура, хоть что-то. На этом радость вся и заканчивается. В остальном и японка, и американка, как обычный гольф. Таким способом они хотели продать эту пустышку, которая имеет ряд минусов. Под видом какого-то киперпанка, но только с полным его отсутствием. Как это комментировать-то? Давайте честно скажу, это, мать его, очень круто. Мне всегда доставляет радость японский шоу. Поэтому, когда творится полная вакханалия, на это стоит обратить внимание. Вот именно этого я жду от японской японщины. Только на этом, пожалуй, всё. Музыка средненькая, управление тоже, сюжет по дебильному написан. К тому же очень много багов. Это всё первая сторона медали. Вторая сторона расскажет нам о том, что это незаконченная игра, так как в продажу поступил прототип. Связано это с тем, что компания была уже почти банкрот. Тем более, когда игру должны были закончить по срокам, на руках была только такая версия. Поэтому, было принято решение выпустить её в надежде... В надежде... Была ещё какая-никакая реклама. Простая, дешёвая, в принципе ни о чём. Забавно смотреть, как чувак хочет потанцевать больше всех. По итогу скажу. Я мало верю в то, что игра могла принести прибыль. Если была даже закончена. Там, где они пытались шутить, в других странах могли посчитать оскорбительным. Поэтому, страна-изготовитель единственный источник дохода. Где были конкуренты посильнее. Хотя, в принципе, разное бывает. Mario Paint. Под этим именем спрятана не только раскраска. А также спрятана информация, что вам нужна... Чёртова мышь! Иначе, что ты как дурак свой джойстик теребишь? После того, как подключишь мышку к мульонгуру, можешь начинать о Великий Мунг. И своё начало игра демонстрирует на титульном экране. Пару минут повеселишься, тыкая на буквы. Далее идёт обычная раскраска. Тут либо сам что-то рисуешь, либо можешь использовать готовые эскизы. Вроде это должно всё быстро надоесть, вот только это не всё. Здесь также доступна мини-игра. Весьма простенькая, но легко затягивает. Далее. Вы можете анимировать свои рисунки, превращая в подобие мультика или игру. Это всё мило и интересно, но блекнет на фоне другой крутой штучки. Программа по написанию музыки. Так сказать, моя первая версия Guitar Pro или Fruity Loops. Ведь здесь можно зависать часами. Печаль – это та причина, что тут не очень удобный функционал. Как удалять ноты, я до сих пор не понял. Несмотря на это, есть умельцы, которые писали очень крутые темы. Благодаря фанатам существует более удобная версия со звуками из оригинала. Если многие вещи из игры устарели, то редактор музыки до сих пор пользуется популярностью. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»